ретроградный меркурий с 13 декабря двадцать третьего года по 2 января 2024 года и теперь планируя свою деятельность следует обязательно учитывать ретроградность меркурия так как это может сберечь ваше время и деньги периоды статичности планеты считаются самыми неблагоприятными и ничего в это время не получается решить возникают некоторые даже препятствия си сейчас ретроградность меркурия будет ощущаться в знаке козерога с 9 градуса с 11 декабря по 15 декабря и дальше меркурий будет переходить в стрельца и этот уже второй этап мы будем ощущать уже в конце декабря и с 30 декабря по 5 января мы будем ощущать именно энергии уже стрельцовского меркурия проверьте в каком доме у вас стоит меркурий и какими домами управляет в этих темах не стоит проявлять активность меркурий эта планета отвечающая за коммуникации связь посредничество за передачу информации за коммерцию а также за сделки она связана с нашим мышлением и когда планета становится ретроградной и и влияние меняется все эти сферы попадают зону риска и к негативным моментам здесь можно отнести именно по ретроградности меркурия тот факт что могут быть задержки какие-то в тех сферах которых он у вас обозначается меркурий за которые он отвечает и кроме неразберихи и путаницы в мышлении здесь может быть потеря писем бумаг либо ошибки в документах сложности в их оформлении поэтому в период ретроградного меркурия следует более тщательно проверять любые документы передаваемые на проверку особенно контрольные научные работы и здесь вероятность ошибок очень сильная и здесь могут быть возврат документов здесь могут быть не сдача каких-то экзаменов могут быть задержки платежей опоздание на встречи и срывы в переговорах в этот период любая просрочка выплат может выйти боком так как здесь кредиторы конечно же не дремлют и по возможности отложите или более тщательно планируйте дальние поездки они могут возникнуть с какими-то препятствиями здесь может быть поломка транспортных средств а может быть и ошибка в приобретенных билетах все это стоит учитывать как же избежать неудачный период ретроградного меркурия стоит не совершать покупки сложной техники это все может относиться планшетом смартфоном ноутбуки и также компьютеры автомобили не стоит делать крупные значимые покупки впоследствии можно обнаружить что купили не то что нам нужно было либо есть скрытые дефекты либо просто разочаруетесь в этот период также не стоит заключать значимые договоры не начинать новые значимые проекты не открывать бизнес проекты которые могут привести к вероятности ошибкам и может быть бизнес не ваш а может быть труд который вы вкладываете может не дать развития не переходить также с одного места работы на другое не выходить на новую работу и также подписывать труд трудовой договор и выходить в первый раз на работу конечно же не стоит впоследствии откроется дополнительная информация которая может быть существенной и не заключать брак не подписывать брачный договор не начинать обучение на курсах кроме конечно курсов посвященных саморазвитию здесь изучение древних знаний может иметь в принципе положительный вариант здесь также в этот период не стоит делать плановые операции так как меркурий на физическом плане отвечает за легкие и здесь именно производятся действия руками следовательно могут быть ошибки и вам потребуется повторное какое-то вмешательство однако есть и те дела которые крайне благоприятны в период ретроградного меркурия для того чтобы дела складывались благополучно желательно не спешить и все тщательно проверять здесь положительным решением будет обучение саморазвития повтор каких-то материалов прорабатывать пройденный материал пересматривать корректировать также решение тех дел которые долго не двигаются с места и это также отличный период для того чтобы глубже разобраться в себе рекомендуется посещение психологических тренингов расстановок регрессии может это все дать положительный эффект ремонтировать автомобиль и благоприятно технику мебель наводить порядок в своем гардеробе отдавать вещи в химчистку или на реставрацию корректировать свой имидж свой индивидуальный стиль также очень хорошо отказываться от непродуктивных связей завершать отношения и именно те которые уже отжили свое разбираться в документах бумагах наводить здесь свой порядок тоже имеет очень благоприятное значение избавляться от того хлама который возможно уже вам не нужен завершать ранее начатые дела записывать приходящие в голову идеи задумки вынашивать и обдумывать эти планы очень благоприятно а также встречаться со старыми друзьями знакомыми встречи одноклассников однокурсников встречи со старыми коллегами а также это период долгожданных встреч в период нового года все имеет место быть и старые встречи и знакомые будут возникать на вашем пути используйте для того чтобы эти встречи наполнили вас прекрасным содержанием или воспоминаниями которые возможно имеют ресурсное состояние для вас и помогут вам разобраться в тех вопросах которые требуют логического завершения